Всем привет! С вами UwebDesign в неожиданном для нас жанре, не очень свойственном. Несмотря на то, что на канале есть пара роликов из жанра unboxing, это как бы для нас новое, поэтому у нас нет всего оборудования. Вы здесь видите отражение источника света, он не рассеян простынями, поэтому вот как-то так. Сегодня в поле нашего зрения попала экшн-камера GoPro Hero 5. Такая популярная американская камера. Я не знаю, насколько они были первыми в жанре экшн-камер, может быть так и было. Но это уже пятая версия, и я думаю, они уже лет 6 на рынке. Здесь добавили много всякого нового, давайте попробуем. Вот на обложке вы видите, бросается в глаза самая главная их фича, это то, что она теперь очеводонепроницаемая. И можно прям до 10 метров с ней нырять, кидать ее в стаканы и снимать все, что там будет внутри. GoPro Apps нам здесь рекламирует, что в принципе можно использовать телефон для управления камерой и создать превосходные видеоролики, делиться ими с друзьями. В принципе, всегда мечтал. Я уж не знаю насчет роликов на телефоне создавать, но сама камера управлять ею с телефона, это будет здорово. Особенно, где-то на штативе и далеко установлено. Здесь написано, что Калифорния, то есть, в принципе, там же, где и Apple, это все сделано. Вот вы видите спецификации здесь нарисовано. Фото, видео, водонепроницаемость. 12 мегапикселей в режиме фото, 30 fps, бёрст режим, то есть 30 кадров в секунду она снимает. Здесь, собственно, по-русски есть написано. Таймлэпс, режим замедленной съемки, все, что мы привыкли видеть на Vimeo. На ютюбах тоже, собственно, таких роликов хватает, о том, как там солнце садится, звезды по небу плывут и так далее. Видео. 4К в 30 кадров в секунду, это новинка. В предыдущей версии было, по-моему, 20 или 15 кадров в секунду. 1440p в 80 кадров в секунду. 1080p в 120 кадров в секунду, как на айфоне, можно в замедлении это все делать. Ну и здесь не написано, на 720p в 240 кадров в секунду. Waterproof, водонепроницаемость, вы видите, 33 фута или 10 метров. То есть тут вполне себе очевидно, что если хочется, можно и занырнуть. Простое управление одной кнопкой, я думаю, что здесь ничего нового. Но кроме того, что, да, я забегу вперед, сенсорный экран здесь есть. Вот, Touch Display, ищу, где они здесь об этом написали. Поэтому непосредственно сама кнопка только одна, с записью. Вот, собственно, где она? Вот она, красная, сверху. Здесь, конечно, тоже есть какие-то кнопки с режимами, но вот они обещали, что простое управление одной кнопкой. Видимо, остальные они не для управления, а для чего-то другого. Видеостабилизация здесь цифровая, не оптическая, как на, например, на соневской камере. Но мы не отчаиваемся, посмотрим, как это будет все в действии. Улучшены шумоподавления. Здесь три микрофона вместо одного в ней самой. Я не знаю, мы можем их здесь где-то наблюдать. Вот тут отверстие. Вот, вот вижу отверстие. Ну и где-то, наверное, скрыто третье. Сейчас мы ее откроем, посмотрим поближе. И я дочитаю в RAW, наконец-то снимая это на фотографии. Не то, чтобы очень хотелось. Здесь матрица все равно не очень большая по размеру, но, тем не менее, можно попробовать. И GPS, определение местоположения в ней есть. Давайте уже распакуем. Я сейчас возьму канцелярский ножичек. И надрежу полиэтилен. Так, тут уже какие-то прям даже эти стрелочки. Сейчас я попробую перефокусировать. Автофокус что-то не сработал. И... А, надо сначала вытащить. Я так понимаю. Я как-то смотрел ролики других людей про распаковку GoPro. Они говорили, что помните, как хреново распаковывалось GoPro Hero 3 и Hero 4? И как круто распаковывается Hero 5. Вот что-то мне кажется, что Hero 5 тоже как-то хреново распаковывается. А может, я просто глупый. Тут у нас гарантийный талон. Можете посмотреть. Ничего интересного в нем нет. Вот это какое-то типа оргстекло. То есть, оно не настоящее. Я думаю, оно не разобьется. Но довольно-таки тяжеленькое. И вот она сама камера. Уже в крепеже. Крепеж теперь не водонепроницаемый. Просто потому, что сама камера водонепроницаемая. Так, как он здесь вынимает? Так, вот тут для таких, как я, нарисовано. Нужно отстегнуть ее вот так. Вот. Вот эту штучечку. И потом сдвинуть вбок. Посмотрим, куда надо сдвинуть. Ну, что-то все. Не так все просто оказывается. Видимо, надо какое-то высшее американское образование для того, чтобы догадаться, как она сдвигается. Но там, на самом деле, защелки есть, чтобы вы понимали. Так, давайте сначала посмотрим, что внутри коробки, чтобы ее уже в сторону отложить и не возвращаться к ней. Так, вот. Нашел. Где она открывается мне просто. Книжечка. Hero5. Let's get started. Complete User Manual. Available at gopro.com. Slash help. Он перевязан такой... Картоночкой. Она снимается. И... Да. Кстати, Quick Start Guide-то тоненький совсем. То есть здесь... C-Tube. Как ее подключить. Вставить батарею. Как записывать видео, фото. Как ее можно монтировать на разные крепления. Я не знаю. Напишите в комментариях, если вы разобрались. Для меня это первое GoPro. Понятия не имею, подходят ли старые крепления к новым. Но что-то мне подсказывает, что нет. Хотя, на самом деле, я припоминаю, что... Говорили, что аккумуляторы не подходят. А вот крепления подходят. Capture App. Есть несколько приложений. Захват. Это как раз на ходу управлять тем, что записывает. Quick. Это редактирование. И Splice. Это... Только для iOS. А то же самое, видимо, что Quick. Но только для iOS. Потому что и там, и там написано Quick Edit. И десктопное есть приложение. GoPro for Desktop. Понятно. Можно подключаться прямо к мобильному приложению. Чтобы там что-то делать. Здесь все то же самое на русском. Я, как настоящий, видимо, не русский, читал не с той стороны. GoPro Plus здесь есть. Это облако. Здесь дают 60-дневный триал для того, чтобы его попробовать. И да. Она все по Wi-Fi. Может писать сразу в облако. Не обязательно покупать флешки на большое количество мегабайт. То есть это все вполне себе можно себе позволить, если вдруг вы хотите. Три наклеечки GoPro. Я уж не знаю, буду ли их куда-нибудь клеить. Но факт есть факт. И Important Product Safety Instructions. Не поджигать, не класть в микроволновку. Бла-бла-бла. Не включать какие-нибудь там 220 или 110 вольт. Так, здесь у нас еще два крепления. Одно чуть-чуть изогнутое, одно плоское. Ну, это классические наклейки, которые потом не отклеишь, по слухам. Так что здесь ничего нового. Вот она батареечка. Совсем маленькая. То есть вот вы видите размер моего ногтя. И батарея прям вот крайне небольшая. Как, собственно, и сама камера. То есть вы видите, батарея, она чуть более чем... Ну, чуть больше половины занимает, на самом деле, всего... Ну, хотя бы по площади. То есть по объему-то, конечно, не больше половины. Потому что она... Сама камера значительно уже, чем батарея. Здесь есть USB-кабель. У него какой-то... Ну, это нестандартно. Это не то, что вы сейчас пойдете от каких-нибудь своих Xiaomi или Huawei возьмете провод и подключитесь к GoPro. Видимо, у них тут какая-то своя атмосфера. Тут больше ничего, наверное. Но я сейчас прям проверю. Может быть, здесь какие-то еще... Нет, здесь пустоты. Я не знаю, зачем эти пустоты. Но вот они присутствуют. Теперь, если мы вернемся к самой камере... Так, сейчас я провод уберу подальше. Подключать не будем. А батарею-то, наверное, вставлю. Есть здесь какие-то еще... Что надо снять? Наверное, нет. Лучше я никаких язычков отрывать не буду. Крепление. Крепление, говорили, что снимается тоже туго, потому что... Потому что даже у большинства людей царапается камера. Я не знаю, возможно, я с помощью чудес монтажа вырежу тот кусок, где я буду очень долго пытаться ее снять. И уже просто расскажу, как я ее снял. Ну, в общем, не без помощи жены я ее открутил. Вот это вот хреновина, чтобы вы понимали. Вкручивается винтом. Вот сюда. Здесь еще какая-то штука, на которой написано «Remove». Я так понимаю, в следующий раз она уже будет не нужна. Вот. И вот она вот так вот была. И закреплена. После того, как снимается этот винт, вот эта рамка, она вот так закреплена. Ее нужно просто силой открыть. И она снимается. И то еще не снялась даже. Прям вот. Вот крайне, видимо, это не рекомендую делать часто. То есть вот один раз достал камеру с меню раз в полгода. Ой, не камеру, а батарею. И все. Больше ничем не занимаешься таким. Вот. Снимается. На ней, конечно же, отпечатки, наверное, остаются. Я уж не знаю, видно тут или не видно. Но вот тут защитная пленочка еще на сенсорном экране с рекламкой, с собачкой. Ее я точно отклею. Потому что собачка будет мешать восприятию информации на экране. Так, ну тут должно быть... Вот, да, тут предельно просто открывается камера для батареи. И она вот так втыкается. Сюда же втыкается карточка. Я подготовился, взял на 64 гигабайта от Silicon Power. Понятия не имею, хорошей карточки Silicon Power или нет. Будем надеяться, что да. И... До щелчка не вставляется. Наверное, не той стороной. Так. Не, этой стороной вообще не входит. Значит, все-таки вот так. Я сегодня какую-то феноменальную глупость, видимо, проявляю. Поэтому... Почему-то она не засовывается. О, щелчок произошел. И... Можно захлапывать. Все. До самого конца водонепроницаемость. Все дела. Mode. Так, надо включить. Здесь загорелась красная лампочка. Напикнула. GoPro. Пока не сенсорный. Hero 5. Welcome. English. Ну, короче, здесь надо выбрать язык. Ну... Анимации, конечно, подлагивают. Но это вам и не Apple Watch второй. Поэтому... Что мы еще ожидали? Сегодня, если мне память не изменяет октябрь... И, по-моему, тринадцатое. Четверг. Да. Шестнадцатый год. Заметьте, это год. Да, видимо, это год. Тридцать четыре. Да, это год. И... Так. Что такое? Сенсор, на самом деле, хуже, чем кажется. Шестнадцатый. Оп. Блин, я не знаю, сколько времени. Пока поставлю столько. Captures the location where your videos and photos were taken. Включить GPS, пусть будет. Quick overview of your GoPro. Старт здесь написано. Сейчас попробуем перефокусировать. Представьте себе, что тут старт. Short press powers on, long press powers off. Понятно. Кнопка mode включает и выключает. Переключать между видео и фото. Добавляет highlight tags while recording. Отметки можно оставлять. И видео, и фото. Это вот это красное уже. Quick capture. Короче, ею снимать. Это можно было ожидать. Коротенько для видео. По-длинному для таймлапсовых фотографий. Все. Снимает. А, тут можно выбирать, естественно. Resolution. Advanced Settings. И здесь, что у нас? Preferences. Swipe down to connect to other devices. Понятно. Сбоку можно их вытаскивать, чтобы понимать, что происходит. Мобильные приложения. Capture Quick Splice. От GoPro Plus можно оставлять все в облаке. Visit Preferences. Ну вот, вы видите, угол здесь довольно-таки широкий. Я не знаю, какого хрена она уже записывает. Ну вот, да. Широкий угол. 60 FPS, 1080 кадров в секунду. Ну вот. Я не знаю. Я, наверное, положу потом вот этот ролик, который я здесь заснял. Для того, чтобы понимали, что такое вообще стабилизация. Как она работает. Тут вот ноутбук, на котором это все пишется. Коробки всякие. Компьютер. В общем, да. Я думаю, достаточно для анбоксинга. Потом положим, посмотрим, что из этого получится. Сейвинг. Все. Бла-бла-бла. Все хорошо. 60 FPS. Сколько можно было? Можно было 120, да, выбирать. Выключилось. Не хочет больше с нами общаться. Выключилось. Так. 60, 80. Ну вы понимаете, да, что не на всех. Note support. Вот. Написано, что вот 100 не поддерживается. Ух ты. Резолюшн. Ладно. В общем, вы меня поняли. Это была GoPro Hero 5. Ждите. Здесь, кстати, монохромный экран, на котором все это написано. Можно понимать. 3 часа 30 минут. 60 кадров в секунду. На 64 гига лазит. И батарея, она заряжена. Я так понимаю, вообще далеко не полностью. 19 процентов. 1 процент я уже здесь посадил. Так что, да. В общем, ждите. На канале что-то будет теперь с этой камерой связанное. Не знаю. Посмотрим, что мы придумаем. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В общем, да. Следите за подкастами. Следите за новостями. С вами были YouWebDesign. Удачного всем дня. И пока. Продолжение следует.